Трубы горячие, только не в квартире, а на улице. До оголенных участков можно дотронуться рукой или присесть погреться. Ситуация около дома номер 90 на улице Стройково типична для Рязани. Местами изоляции на теплотрассе отсутствует, а это значит, что тепло уходит еще на подходе к дому. Я считаю, что это ненормально, но трубы должны быть все утеплены. Это уже однозначно, и не только вот так. По-другому. Нужна изоляция очень серьезная, чтобы тепло не уходило на улицу, а было в комнатах, в квартирах. Ну, это даже эстетически посмотришь, все везде разбросано, естественно, конечно, это некрасиво. И, естественно, конечно, тепло уходит. Сейчас еще таких морозов нет. А когда, если будут действительно сильные морозы, будут лопаться, потому что идет там горячо, там холод, и, естественно, будет уже сразу разность температуры и трубы. Так что следить надо. Специалисты отмечают, что чаще всего от потери тепла страдают жители первых и последних этажей пятиэтажек. К наиболее распространенным причинам также относят открытые колодцы и проблемы с задвижками. Стоит отметить, что существует четкое деление. Управляющая организация и товарищество собственников жилья отвечают за общедомовые коммуникации, которые находятся непосредственно на территории дома. Их обязанность также следить за давлением и температурой в квартирах. А ресурсоснабжающая организация за подвод тепла к дому. Поэтому в данном случае вопросы по приведению труб в норму жильцы должны направлять в адрес РМБТС. Также у них можно уточнить стоимость услуг. Запрашивать нужно и счета, и договоры с ресурсоснабжающей организацией. И по форме очень легко проверить, сколько вы должны платить. Допустим, вы по квитанции заплатили за отопление тысячи рублей. Проверяете по этой квитанции, что выставили такой-то счет. Туда подставляет значение площадь всех отапливаемых помещений вашего дома, площадь вашей квартиры. И смотрите, оказывается, вы должны не тысячи рублей были заплатить в этот месяц, а 600 рублей. В случае обнаружения неточности в расчетах выплату разницы можно требовать в судебном порядке. В этом случае вам не только вернут потраченные средства, но и возместят 50% от их суммы за отказ управляющей компании решить вопрос сразу. Для тех, кто не хочет идти в суд, специалисты подсказали и другие варианты. С жалобой можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Это надзорный орган в сфере ЖКХ, а также написать заявление в прокуратуру. Обе инстанции обязаны рассмотреть обращение в кратчайшие сроки.